Говоря о перспективах, извините, так уж мечусь, как, не знаю, как при ловле блох, вот, должен показать вам, как должно выглядеть это поле в перспективе, ну давайте вы сейчас передадите друг другу, ну тут очень плохо видно, то есть, там на обороте можете посмотреть, ну передавайте, что хотели соорудить, значит, там средневековый сад, еще какие-то голландские павильоны, в общем, такой бизнес-сквер, это редкий случай, кстати, когда проводился митинг не против строительства, а за строительство, такое бывает. Сейчас, чтобы особых косяков не возникало, поскольку спешка, да, я подытожу обещанным своим стихотворением, я его честно учил, но если я сейчас буду его выразительно читать, то это может дотянуться надолго, а у нас, как в стихотворении, холодно-холодно, словно ноябрь. Так, безметрошный, не богом забытый, не отшиб, а практически центр Москвы, мегаспорт тут светит софитами, про драгрейсинг поют асфальта следы, здесь спокойные улицы города, без дурной городской суеты, может быть мне от этого дорого, побродить тут часы темноты, Сей район, он корабль под парусом, что на месте стоит, не плывет, он как память, что тут не осталось, тысяч жизней от толчущих ног, позовите, пойдем, прогуляемся, хоть немного, всего на часок, ибо здесь, скрыть кварталов теряется, всем привычный времени ток, ощущаете, да? Поглядите скорее, у паласа, что осьмой высоткой слывет, рыжий пламень уставшему глазу колыбельную песню поет, и пускай улетают обиды, прочь уходит хандра и тоска, и только здесь моя задача, как гида, привить к вам любовь к МСК. К сожалению, да, первый блин комом, но я понимаю, что все уже замерзли, и время все-таки позднее, завтра рабочий день, давайте все-таки постараемся завершить, как я и планировал, А именно на станции метро Сокол, почему? Потому что там еще в конце прошлого года открыли, ну, вновь открыли переделанный вестибюль, и я там еще не был. Я признаюсь честно, да, но я хочу, чтобы те, кто там тоже не был, вместе со мной посмотрели и насладились. У кого-то же они есть. У кого-то еще нету. У кого-то визиточных нету. Можно? Можно. Да. Можно? Да, можно. Спасибо. Просто мне, может, анкетировать вас в метро как-то очень неудобно, честно я вам признаюсь. А все заполнили анкетку? Нет, там есть второй, второй вариант. Просто с оценками. Давайте поступим так, наверное, тоже, по имейлу с обратной связью. Только я знаю, что многие очень любят теряться, я попрошу вас не теряться. Мне потому что важно ваше мнение, как все прошло. Я знаю, что в лицо многие не скажут, что было хреново. Но там можете написать, я собираю все мнения, объективно, честно. Пожалуйста, я вас прошу. У тебя же все явки парольные. У тебя же анонимные, если бы. Папчик, все восхожено. Только анонимку подпишите, пожалуйста. Чего? Только анонимку надо подписать. Я могу создать пост на сайте, а вы к нему дадите комментарии. Как угодно. Как договоримся? Давай с постом. Пост на лучшее. Хорошо, значит, это просто будет пост отзывов. Вы регистрируетесь, те, кто еще не регистрировался. И все объективно выливаете. Что было хреново, что удалось, что не удалось. Хотите ли еще подобного рода мероприятия. В общем, обратная связь нужна. Без нее не могу. А блины перед постом будут? А, какие блины. Я понял, шутка удалась, да. Не сразу, не сразу удалась. Ну что, господа, значит, сейчас мы дойдем уже довольно-таки скоро до того же самого Ленинградского проспекта и до Сокола совсем чуть-чуть. Я бы правду. Отдохнули? Пойдемте дальше. Давай пять минут еще говори, чтобы флешка заполнила.